привет друзья продолжаем сборку градов как я обещал на этом занятии будем оформлять внешнюю часть кабины а именно подкапотное пространство в основном как видно на фотографии достаточно сложная такая интересная это место каркас идет один зритель канала сергей беседин постоянно мне помогает с поиском информации и вот на данный момент он мне нашел вот такие вот интересные фотографии на которых четко видно как крепится кабина на раму вот и видно что каркас у нас крепится вот на эти две платформы снизу которым крепится амортизатор вот и принципе почти все сходится если поставить кабину на место то у нас получается примерно что каркас в принципе мы можем поставить на кабину единственное единственный нюанс то что карданный вал рулевой системы он должен идти между стойками каркаса а у нас получается практически они тут сходятся то есть где-то что-то чуть-чуть или шире или уже чем на самом деле есть поэтому немножко придется нам здесь каркас сделать ближе к данному валу но в принципе все равно все вмещается начнем пожалуй вот с этого места как видно на фотографии здесь у нас идет поверхность капота потом с небольшим закруглением опускается и переходит все это такой ободок металлический сварной вот и а у нас в наборе получается наоборот здесь как бы нависающая такая часть вначале была мысль заполнить ее пластиком и сделать ободоком потом решил сделать похитрее просто приклеим из пластика ободок снизу под эту рамку которая у нас есть комплекте и у нас получится как раз и нависающая часть и ободок а то что разница в высотах она заметна не будет из-за этого ободка вот ободок я сделаю из доширака чуть-чуть побольше миллиметра так где-то так возьму да и сразу приклеим и так так и и Естественно тоже все поэтапно, потому что сразу так загнуть сложно. И на этот ободок у нас будет замечательно потом вложиться с крышкой капота. Так. И с небольшим запасиком лишнее отрезаем. Здесь у нас будут уже стоять крылья. Далее давайте сделаем сейчас вот эту перекладину рамы. Возьмем пластик потолще миллиметр. И наверно в два слоя, потому что наверно... Сейчас посмотрим короче. В один наверно мало будет. Хотя может быть и хватит. Как-то вот так примерно. Да, вполне наверное одной все-таки хватит. Так. И здесь у нас идет промежуток. Где-то примерно вот так вот. И вот так вот. Так и отрежем. Вот. И давайте. Возьмем. Возьмем. Над этой рамкой идет еще тоненькая полосочка. Тоже ее сделаем из тоненького пластика от Доширака. Откройте еще одну. Возьмем. Пошли再 проводить. так и теперь давайте посмотрим вертикальные кронштейны а Из толстого пластика, естественно. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, и у нас оба кронштейна видно на фотографии разные. Один у нас левый сужается книзу, а правый наоборот расширяется. Начнем с левого. В принципе, можно сразу полоску такую же еще одну сделать. Пошире, чтобы потом можно было расширение сделать. Продолжение следует... Отлично. Так, и теперь... Одна очень сильно сужается. Так, а вторая у нас даже еще пошире. Так... Потому что она вообще искривленная. Сейчас на глаз пока отрежу, не пойму. В самый раз. Так, и у нас здесь... Значит, такая форма... Вот как-то так. Такая вот сложная штука. Супер. Так, но это еще не все. Чтобы нам сделать загиб, я их наклею сейчас на тонкий пластик. Так... Вот они той стороной, кстати, приклеил. Здесь нам принципиально. Здесь надо наоборот. Так, и у нас сверху, снизу... Отрезаем ровно. Получается... Вот, и уже получился такой объемненький. Объемный кронштейн. Похожий на дело. Так, ну и, соответственно, второй точно так же. Похожий на землю. Похожий на землю. так ну и теперь давайте приклеим на место а вот здесь я еще хотел кое-что исправить здесь у нас снизу здесь у нас снизу штык с кронштейном горизонтальном который внизу под кабиной я здесь тонкий пластик подрежу вот так вот вот так вот и давайте приклеим пока только в кабине естественно а и Продолжаем. Так, и второй сейчас тоже прикинем. Продолжаем. 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 вот так вот у нас получается и теперь можно уже основа отталкиваясь от этих кронштейнов можно сделать уже вниз тоже из пластика не знаю как там дальше должно быть я думал до сюда доведем так ну естественно тоже из толстого пластика и в два слоя так и так же наклеим его на тонкий пластик чтобы тоже сделать загнутую окоемку все равно и 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 Такой вот хитрый ход мы сделаем, щас я немножко потушу. Толстовато получилось. Такой вот хитрый ход мы сделаем. Такой вот хитрый ход мы сделаем. Чуть-чуть еще подрежу. Чтобы вместилось. Такой вот хитрый ход мы сделаем. Чуть ручник не свернул. Сейчас подсохнет, здесь чуть-чуть отрежу вот эти выступающие части и получится прям примерно похожий. Так, в принципе, второй кронштейн очень похож. Сделаем вот таким же практически способом. Так, и у нас тут вот он с одной стороны торчит. Так, и у нас тут. Так, и у нас тут чуть-чуть. С внутренней стороны немножко торчит шире вертикального. Так, и у нас тут. Так. 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 вот такой вот каркас. Надеюсь, все сойдется. Вот видите, его прекрасно видно снизу. и у нас тут. Поэтому, представьте, пустота бы вся была. Мне кажется, вопрос сделать или не делать тут даже не стоит. Все должно быть видно. И все будет видно. Так, ну и давайте сделаем подножку водителя из набора. Так, ну и давайте сделаем сейчас пустоту. Продолжение следует... Вот изнутри немножко придется подшпаклевать. Так, и небольшая часть подножки боковая с правой стороны. Продолжение следует... Так. Ну вот так. А здесь уже крылья будут закрывать остальную щель. Крылья будем собирать вместе с капотным пространством, с капотом. Давайте сюда еще сделаем два маленьких кронштейника из тонкого пластика. Совсем малюсенькие. Вот какие-то вот такие вот. И косыночки от них. Так, ну и думаю, что сразу на место кронштейны, я так понимаю, которые боковые панели держат. Так. 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 Ну вот. и такой же точно с другой стороны. Вот такие кронштейны получились. Так. Ну и я думаю, что работа над экстерьером кабины еще не закончена. Тут еще есть некоторые вещи. Но сделаем мы их на следующем занятии. Вот оно. На сегодня я заканчиваю. Мы с вами прощаемся. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok